Что ты думаешь? Не, ну круто, круто, я не знаю, я не знаю, что добавить, свежо, вкусно, я не знаю, дымно, блядь, камеру... Парень, где хочу, законом не запрещено. Парата не дым, так что затянусь еще. Ну что, ребята, всем здорова, сегодня у нас совместно с Жекой будет очень необычный видос, тем более по вейпу Жека, блин, это вообще четко, поздоровайся. Всем привет, друзья, обзорчик по вейпу, первый от меня, 30-й от Беррика, будем пробовать сегодня линеечку жидкостей, очень крутых. Хотим большое спасибо сказать компании JellyFo, которая нам прислала жидкость, у нас есть просто 4 офигенных вкуса, я вам сейчас покажу, вот. Очень хорошо видно, Берик, вот вы можете у меня их посмотреть, и их так красиво, элегантно есть. Да, у Жаки они будут видны очень постоянно, но так как у меня все очень тут двигается, ничего нельзя нормально поставить, я буду просто рассказывать свое мнение вместе с Жекой, показываю вам баночки, и все, вот буду даже вот так вот на микрофончик ставить. Без проблем, так, у нас есть 4 вкуса. Малайзис, Кипрос, Фрутигрин и Well Done. Каждый вкус, он фруктовый, то есть пока что эта линейка жидкости состоит из таких вот фруктовых миксов, да, так как я не особо любитель фруктов, я думал, блин, ну что за говно, наверное, будет, да, но на самом деле жидкость реально такая вот необычная, со своей холодной изюминкой, можно сказать. С какого вкуса, Жек, начнем? Не, на самом деле еще хочу добавить, что было время у меня попробовать, Берику пришла совершенно недавно, у меня уже лежит около двух недель, по каждому пузырьку вкуса я уже извейпил, поэтому некоторое такое ощущение мнения уже чуть-чуть сложилось. Ну давай с Малайзиса, как по порядку они стоят. Давай. Так как у меня, в принципе, бака не дрипка, я буду, ребята, пытаться, ну так, относительно прожигать чуть-чуть ватку, да, подувая на нее, чтобы испарилась у нас лишняя жидкость, ну и так как я уже знаю вкусы, в принципе, мне надо только чуть-чуть напомнить, поэтому нормально. Ну смотри, производитель пишет то, что Малайзис, вас ждет свежесть Малайзии, с незабываемой сладкостью сочного манго, с легкими нотками традиционных фруктов. Не, на самом деле я сразу могу сказать еще до того, как я ее попробую, что освежает очень круто, и манго чувствуется, ну вот, ну реально круто чувствуется манго, я уже много с манго жидкостей всяких различных пробовал, но вот здесь одно из самых крутых. One, two, three. Ну, я могу сразу уже поделиться своим мнением. Вот смотри, на выходе, вот именно на вдохе то по свежесть, на выходе вот уже манго, такой вот, такой вот сладенькая манго чувствуется. Да, вот на вдохе... Это как разнос. Вот с этим, да, я соглашусь, ребята, то, что на вдохе идет просто дикая свежесть, ну не настолько дикая, да, как от мятной жидкости, вот такой вот небольшой холодок чувствуется, почему я ей сказал, все-таки холодная изюминка присутствует. На выдохе, да, чувствуется манго, при том, что очень сладкий, но он не приторный. Этот вкус не приез, если вы, в принципе, не будете литрами эту жижку парить. Если вы купите баночку от одной баночки, вас просто, ну, никак не будет противить. Что ты думаешь? Не, ну круто, круто, я не знаю, я не знаю, что добавить, свежо, вкусно, я не знаю, дымно, блядь. Блядь, камера упала. Парень не хочу, заказом не запрещено. Пара-то не дым, так что затянусь еще. Так, ребятки, произошел небольшой фейл, упала у нас камера. Я говорю, добавить особо нечего, свежесть, вкус манго чувствуется, ну, может, еще какие-нибудь фруктики там, но, если честно, разобрать я не могу, потому что по фруктам, так же, как Берик, вообще ничего не шарю, не плачу. Да, вот фрукты, именно которые нестандартны, допустим, если туда добавят какой-нибудь инжир и китайский персик, я думаю, вы, естественно, не отличите этот вкус. Но здесь манго, да, манго, это, ну, в принципе, распространенный такой фрукт, я думаю, его все пробовали, и вкус очень узнаваемый. Что, холодный манго, получается, вердикт? Холодный, освежающий манго с нотками, не знаю, с какого-то специфилуса малагвинейского, так, допустим, добавим. Пусть думают, гадают, что там есть. Ну, ребята, попробуйте, попробуйте сами, опишите этот вкус. Невозможно, не знаю, манго с чем-то фруктовым каким-то. Окей, смотри, сколько ты ставишь оценку по 10-бальной шкале? Сколько ты поставишь? Ну, наверное, баллов, не знаю, 9 поставить можно. Не знаю, не противно, вкусно, несмотря на то, что я фрукты не люблю, но нормально, можно, можно. Ну, я тем временем поставлю, ребята, 7 баллов. Жидкость, конечно, она хорошая, но она не настолько уже офигенская. Она крутая, я тебе говорю. Ну, для тебя, да, крутая, для меня тоже она крутая, но не совсем. Вот, допустим, вот смотрите, стоимость одной баночки 360 рублей, это считается премиум жидкость. Да, вкус просто офигенный, но посмотрим, да, еще вот насчет трех жидкостей мы так подробно не обсуждали. Фрутигрин в руки, фрутигрин. Кстати, у меня вот тут троечка никотина, у тебя тоже троечки, да? Да, троечка никотина, я уже прожег. Также в этой линейке, друзья, есть у нас полторашечки, 1,5, есть нулевки, это кому как, кто как пожелает. Сайт будет в описании, там на сайте тоже все описано, написано, картинки, все видно, короче, что наглядно. Фрутигрин, Жека говорил, что фрутигрин ему прям вообще капец понравился. Вот реально, я вот, когда только начал парить эти жижи, я выкурил целый бутылечек фрутигрина сначала. Я не знаю почему, я вот как начал с него, привык к нему, так оно дело и пошло. Что у тебя там? Мне кажется, то, что малайзис остался, мне надо еще более-менее вату профукать. Может мы сейчас какой-то новый микс увидим, малайзис с фрутигрином, нормально? Капаем фрутигрин фастом вообще, вот, и уже оцениваем вкус. Не, ну я тебе говорю, я уже к нему привык, он мне просто, он такой великолепный, я не знаю, тут столько всяких фруктиков. Вот цитрус чувствуется просто вот, обожаю цитрус, обожаю. Ну смотри, на входе тоже чувствуется холодок, но холодок не просто вот как холод, да, а вот с каким-то таким... Я тебе могу сразу просполерить, тут во всех жидкостях на входе чувствуется холодок какой-то более-менее. Вот где-то больше... Не-не-не, а вот на одной жидкости одна из следующих будет, да? Я холодок не... Нет, не особо чувствовал. Вот смотрите, фрутигрин. Что нам пишет производитель? Освежащий клубничный фреш, разбавленный сладким апельсином, с кислинкой лаймой и нотками бодрящего кактуса. Подарит ему приятное. Не, на самом деле, кактус я ни разу не ел, не кушал, не пробовал, поэтому кактус я здесь выделить не могу. Ну, можно, конечно, предположить, что он там есть, не поспоришь, да? Если бы они написали, что же какой-нибудь малогвинейский спицефилус там есть, то мы бы тоже не поспорили. Не, ну смотри, клубничный фреш... Я же с кактусом не пробовал больше никакие. Не, я кактус тоже не пробовал, но ты понимаешь то, что кактус, да, он по вкусу, но будет, ну, похож, наверное, как лайм, да? Не знаю, нет. Я тоже не знаю, но мне почему-то ассоциация кактуса с лаймом. Я в школе лет пять назад был идиот в классе, который сожрал кактус, но я у него не спрашивал, какой он на входе. И его просто вызвали мамку и выкнули из школы его. Жесть. Ну, смотри, пишу то, что на входе идет клубничный фреш с нотками апельсина. Апельсин, да, вот цитрус, я его чувствую. Клубничный, ну, не знаю, клубничный, да, можно поспорить. Цитрус перебивает клубнику, это сразу понятно, но из-за этого не менее вкусно, мне нравится. Вот это как раз-таки одна из четырех, которую я бы взял на постоянку, вот из этих. Мне. Ну, вот она, она мне, кстати, нравится больше, чем Малайзис, да? И вот, кстати, баночка. Не, ну, на самом деле фрутигрин просто, я не знаю, божественная. Ну, фрутигрин, да, вот. И опять повторяюсь, я не люблю фруктовую жидкость, но, блин, ну, эти прям так тянут. Не знаю, вот обычно фруктовые жидкости, что там, апельсин с каким-нибудь кактусом, да? Вот, она какая-то типичная, но здесь, ну, блин, ну, тоже апельсин с кактусом, тут еще есть клубничка и холодок, вот. Освежает, 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 как будто коктейльчиков фруктового выпил, нормально. Да. Цитрус, цитрус. Просто люблю, может, цитрусовые фрукты, поэтому мне нравятся больше всех, я не знаю. Ну, я, я апельсиновый сок очень люблю, прям обожаю апельсиновый сок, я его тарю. Переходим к кипрусу, похож на кактус, кипрус-кактус, я не знаю, что там, давай, прочитай сначала в инструкции, пока я заканчиваю здесь все. Давай, в инструкции у нас пишут производители, живой оттенок лето, вкусный. Загадка, скрывающаяся в разных вариациях при каждом вздохе и выдохе на легкий холодок, придает наслаждение при жарких лучах солнца. Так как за окном дождь, а не лучи солнца. Не, у меня, кстати, сегодня хорошая погода, так что, я не знаю. Сейчас кипрус зайдет на ура, я думаю. Ну, недаром называется кипрус, то есть кипр, от слова кипр давайте прожжем ватку. Я не знаю от какого слова, братан, но... Должно быть нормас. Да, окей, вот, кстати, когда, допустим, ну, я обычную жидкую сепарю, да. Не, ну, кстати, вот на запах. На запах она дает... Очень приятный такой. Очень, да, приятный. Вот, блин, каждая жидкость на запах вертится вот просто на языке, ты знаешь, вот какой-то вкус, но не можешь его сказать. Это, в общем, словом, фрукты, блин. Что-то фруктовое. Ну, вот, каждая баночка пахнет по-разному, но что, в то же время пахнет оно как-то, не знаю, вкусными фруктами свежими. Я не знаю, какими фруктами, что-то как будто... Это небольшие какие-то конфетки, леденцы напоминают. Это знаешь, когда где-нибудь там в тайском ресторане ты заказываешь чашку с фруктами, и тебе так вот так стругают туда все подряд вообще валяются те фрукты, которые ты вообще первый раз видишь, и вот это ты все нюхаешь, и круто, круто. Я вот тебе, кстати, скажу один момент, то, что, допустим, я парил обычной жидкости, ребята, и если я хочу какой-нибудь новый вкус попробовать... Парю мне хочу, да, вот. И чтобы вкус не смешивался с прошлой жидкостью, я прожигаю вату. Ну, то есть, фу, вот так вот продуваю, чтобы вата была сухая без прошлой жидкости. И когда ты паришь, вернее, вот так вот продуваешь вату, у тебя идет гарик, да? Когда ты уже прям жестко вот запустил, вата сухая, у тебя идет гарик, а вот здесь гарик не идет, здесь идет запах вот этих вот фруктов. И я не знаю, к чему я это говорю, просто говорю. Короче, погнали! На Кипр Ну, свежесть Свежесть она везде Да хорош Я не знаю, почему ты говорил, что здесь свежести нет Не знаю, вот well done, следующий вкус Вот мне кажется, что свежести не было Хотя, может я что-то путаю Мы сейчас пробуем Кипр, братан Не знаю, эта жишка мне зашла, кстати, гораздо лучше, чем фрутигрин Не знаю, почему она мне зашла гораздо лучше На вдохе очень отчетливо чувствуется ананас Не знаю, тебе чувствуется нет, но мне очень чувствуется ананас Вот именно ананас я разобрал здесь очень жестко Вот, затем Производитель писал то, что Просто жаркий оттенок лета при вздохе и выдохе Да, тут именно вкус определенного не написал Но мне очень жестко ананас чувствуется Не, но нравится, нравится тоже Это, наверное, на втором месте у меня от фрутигрина будет располагаться Но это жижка, да Вот это вот какой-то сладкий микс Ананас очень хорошо чувствуется Я думаю, для любителей сладких вот таких вот миксов Она подойдет очень, кстати, хорошо Не, ну смотри, на вдохе ананас, вот ты мне сказал Я не знаю, как его там разобрать или почувствовать Но, ладно, допустим, на вдохе ананас На выдохе что? На выдохе тоже чувствуется хороший вкус Но непонятно что опять Что-то такое фруктовое, вкусное Как это? На выдохе, блин, чувствуются вообще все фрукты На вдохе ананас, на выдохе все фрукты Это что там за трансформация ананаса во всю фруктовую жидкость? Я не понимаю Хоть, ребята, мы не профессиональные обзорщики Нас попросили это сделать Мы делаем так, как можем Опять-таки, показываю вам эту баночку Кипрос Не, ну на самом деле, ребят, говорить по написанному какому-то тексту Это, ну, странно и глупо, да? Вот говорим то, что чувствуем Ананас, Беррик, почувствовал Я, в свою очередь, ну, не знаю, может я ананасами, как бы сказать, не увлекаюсь Я, наверное, ананас ел два раза в жизни И, ну, так, так, знаете, отстраненно Но вот на вдохе есть вкус фруктов На выдохе он, как бы, еще больше раскрывается как-то букет Я не знаю, что там есть Загадка Беррик, это загадка Это, здесь есть загадка Смотрите, ребят Я пока буду потихонечку переходить к следующему вкусу Вкус у нас well done Я, давайте, я буду Ты спец, ты спец, давай Я вот сейчас буду прям жестко рассказывать Я эту жидкость сегодня немножко позадросил Вот если вы видите, там немножечко осталось Все практически полненькие Здесь более-менее выпарил То, что написал производитель, мы прочитаем немного позже Сначала вы узнаете наше мнение Потом посмотрим, сойдутся ли они с мнением производителя Смотрите, на вкус На вкус очень жестко чувствуется лайм Я как-то на рынке увидел лайм впервые Решил его купить Один вот этот, он там ссыл, что-то 10 рублей И начинаю его чистить, чтобы попробовать А там кожура такая тонкая, хрена чистишь И, короче, я вот так и не почистил, не попробовал Но домой пришел, разрезал, такая кислятина Но, ладно, прожигаем Ну как, что, на запах На запах вот кисло, кисло На запах сразу чувствуется Тогда лайм кисленький такой Вот это вот кисленькая такая жидко Знаешь, что чувствуется? Какой-то мятно-лайм-лимоновый запах, я не знаю Ну, короче, кислые фрукты можно вот так Кислинка, знаете, вот ели когда-нибудь в детстве кислинку такую Которая в таком порошочке А, да-да-да, это же там шипучка, да, вроде называла? Да-да-да, она шипит и кисленькая Но по запаху она примерно что-то такое, я не знаю Так, ну я начинаю уже Ты уже начинаешь, и я только Ну так как, ребятки, у меня тут пробовали Я сначала накапал на вату Сейчас закручиваем бак Тоже будем пробовать Мы будем ставить оценку именно вот между вот этими вот жидкостями Между четырьмя вкусами, которые у нас есть Малайзиус, Кипрус, Волдан и Фрутигрин Волдан, погнали Не, ну вот смотри, я сейчас повейпил чуть-чуть И я понимаю Первое место у нас занимает мой любимый Фрутигрин Ну это по-моему, братан, сори Так что если с тобой не совпадет, то ладно На втором месте у нас стоит Кипрус На последнем месте у нас стоит Малайзия Ну я не знаю, ну Если вам надо жесткую мяту, можете купить пожевать жвачку Не знаю, такая жидкость, ну как-то не по-моему А вот если насчет жвачки, ты мне напомнил То, что Волдан, знаешь, жвачка с этим С лаймом есть Корбис какой нет И очень похоже Вот так вот, оно у меня вот так вот выстраивается, друзья Я не знаю, правильно это, неправильно Вы можете тоже заказать, попробовать И написать свое мнение в комментариях Опять-таки, да, чувствуется холод, я не знаю, в какую жидкость я холодок Я же тебе говорю, холодок есть везде Тут в каждую что-то добавлено Ну хорошо, освежающая жидкость, да, это очень хорошо Потому что она, жидкость, с одной стороны Она как бы, ну, сушит горло, да Но с другой стороны, вот этот вот холодок не дает Рассушить, так сказать, но Смотрите, в чем прикол Кисло, очень кисло Лайм очень хорошо чувствуется Вот всегда бы я вот Я вот чувствую, что какус Какой-то вот очень кислый, да Вот у меня почему-то такое причувствие Я почему-то кактус постоянно сравниваю с лаймом По вкусу, да, я не знаю, как он выглядит Еще, давай обсудим такую ситуацию Что, ребятки, перед тем, как делать обзор Прочитали на форуме, что один чувак отписал, что Вот эта жидкость, Вейлдан, да Она чересчур кислая Да, и по горлу очень жестко дает И по горлу, говорит, дает Мне? Я не знаю, как он там пробовал Как он там что-то делал Но я не знаю, насколько она должна быть для него кислой Чтобы она ему дала по горлу И он чуть не уехал к боженьке в кровать, так сказать На небеса По мне так прям вот Просто выдержано Выдержано столько кислоты Сколько должно быть Не больше, не меньше Прям вот Не знаю Ну да, но то есть Эта жидкость можно определенно назвать Вот чисто вот кислой Это не в плохом смысле Она не то, что она кислая Она в хорошем смысле, да То есть тут нету никаких сладких примесей Нету той же выпечки Вот, тут чисто вот такая вот кисленькая жижка Я, кстати, раньше мешал лимон с клубникой Получалось вообще очень необычно На вдохе, да, как я говорил, холодок И вместе с... Ну кислый, короче, холод с лаймом И на выдохе тоже самое Производитель пишет то, что сделана на совесть Ничего лишнего Вкус, который хочется попробовать снова и снова Выразительный яркий вкус слайма С незабываемой свежестью Чёрной смородины С нотками холодка Они сставляют радовую Чёрная смородина Насчёт чёрной смородины Я не помню, как она по вкусу Я не знаю, каким нужно быть дегустатором жидкости Она кислая Я не знаю, каким нужно быть дегустатором жидкости Чтобы настолько... Не знаю Вот попробовать любую жижку И определить, какие там доминаты Не, ну смотри Блянь, доминарный Доминируют вкусы Я не знаю сама по себе кисла, да, она может тут присутствовать, но лично я её не заметил. Ну, в принципе, мы всё уже рассказали, да? Про смородину, если учесть тот факт, что я пробовал последний раз её года три назад, не знаю, допустим, здесь есть смородина, допустим. Это знаешь, как надо? Надо было набрать лайм сюда, всё поставить, фруктики туда-сюда, пробуешь, кусаешь лайм, вдыхаешь эту штуку. Перебивает, не перебивает, всё совпадает, не знаю. Ну, короче. Короче, первое место фрутигрин и кипрус. Молодец, well done, всё. По оценкам идите нафиг, я не могу нормально оценить, чтобы было как-то правильно, но я распределил именно так. Большое спасибо ребятам с Jelfog, которые прислали нам эту премиум жидкость. Да, просим на нас сильно там не докапываться, не бомбить, да, по поводу, может, сказали какую-то ерси и так далее. Мы говорили так, как могли. Не по какому-то написанному тексту, что чувствовали, то и говорили. Первый раз пробовали фруктовые жидкости, вот такое мнение, я не знаю. Будем совершенствоваться, если ещё что-нибудь пришлют попробовать. Да, кстати, возможно, мы будем продолжать сотрудничество с этой компанией, так что... Возможно, если они не посчитают наш обзор полным высером и дадут нам ещё что-нибудь на пробу. Ясно. Вот такой вот, ребят, получился видос, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Жеки, на мой канал, подписывайтесь, ссылочки все будут в описании нужны, а также на сайт Jelfog точно будет ссылка, стоп.ру прям вот. Ребята, давайте набираем на моём видосе тысячу лайков, на Жеки на видосе полторы тысячи лайков, и мы выпускаем либо на моём канале, либо на Жекином канале видос со смешными моментами. Мы перед вот этим видосом пытались записать минут не знаю, ну, наверное, 10, мы так не могли сориентироваться. То я заржал, то Жека заржал, мы постоянно начинали заново. Короче, если реально вы наберёте отметку тысячи и тысяча пятьсот лайков, то скорее всего... Там будет на чем поджать, друзья, реально. Да, то обязательно... Я думаю, на Жекином канале всё-таки, наверное, выйдет этот видос, я даже специально смонтирую на Жекином канале этот видос, потому что на Жекином канале просмотрит больше человек, чем на моём. Да, и поржут просто больше, так что, ребята, если чё, этот видос будет просто на канале Жеки. Наверное. Ну, хотя посмотрим. Короче, всем большое спасибо за просмотр. Жидкость чёткая, 360 рублей за баночку. Покупайте. Ссылочка есть в описании. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Да, всем пока, друзья. И давай, как истинные вейперы, это, конечно, банально, но уходим в дым. Готов? Ягарик ословил, блядь. Ну, а наконец, ребята, самое сладкое. У парней из компании JillFog Premium сейчас проходит конкурс на эту жижку. Вам всего лишь нужно будет подписаться на группу ВКонтакте, сделать репост данной записи и подписаться на YouTube-канал. И ровно через неделю после выхода данного ролика будут определены победители. Первое место получит 4 флакона с жидкостью, второе место 3 флакона и третье место, соответственно, 2 флакона. В общем-то, участвуйте, все подробные ссылочки будут в описании. Всем удачи и всем пока.